Дагестанская школа КВН выпустила огромное количество команд, которые уже заслужили любовь и уважение среди тысяч россиян. Пока одни мелькают в криминальных сводках, другие меняют имидж Дагестана в положительную сторону, представляя свою республику на различных лигах. Одной из таких и является Дагестанская лига КВН, которая с приездом Ставропольской команды приобрела несколько иной статус. О том, как прошел полуфинал Даглиги, нам расскажет Шамиль Махмудов. Искрометный юмор, смех зрителей и бурные аплодисменты. На один день зал Дома дружбы стал эпицентром веселого настроения. Виной тому полуфинал Дагестанской лиги КВН. Что-нибудь запрещенное имеется? Нет. Как нет? Я же вам час назад подкинул. А что мы тебя час будем ждать, что ли? За попадание на главную игру сезона боролись шесть команд. Все они прошли долгий путь и не собираются останавливаться на достигнутом. Все коллективы, которые будут представлены на сцене сегодня, которые были представлены на сцене в последующие годы, были задействованы в Дагестанской школе КВН. У нас есть чемпионы региональных лиг, ребята, которые выигрывали Лигу Кавказ, Лигу Реал в городе Салихарт, Ямало-Ненецкий автономный округ, Лигу Азербайджан, Кубки губернаторов Ставропольского края, главы Новороссийска. В общем, за последние два года около 18 региональных трофеев. Каждую удачную шутку публика встречает смехом и аплодисментами. Но тех, кто пройдет в следующий этап турнира, выбирают не зрители. Члены жюри, в составе которого известные КВНщики, выносят свой вердикт. По итогам полуфинала ни одна команда не осталась за бортом турнира. Это значит, уже в декабре все они поборются за возможность поднять победный кубок над головой. А зрители, в свою очередь, снова окунутся в атмосферу клуба веселых и находчивых. Конечно, все это выглядит как отличная комедия с хэппи-эндом. Однако, если копнуть поглубже, то оказывается, что у КВНщиков есть одна большая беда. Но, впрочем, как и у всех, это нехватка финансирования и внимания. Ведь никто не оплачивает ребятам поездку в другой город или регион, чтобы они и там представляли наш солнечный край, как позитивных людей с чувством юмора и долей самокритики. Очень сложно им заниматься, во-первых, как и любым делом. Во-вторых, не очень много на него внимания уделяют те люди, которые бы хотели, чтобы уделяли ему внимание. А если говорить о потенциале дагестанского КВН, он безмерно высок. Это доказали еще и махачкалинские бродяги в своей бытности. Но то, как используется этот ресурс, оставляет желать лучшего на самом деле. Хочется большего внимания КВНу. На данный момент я бы оценил на вообще систему КВН в Дагестане на 6 из 10. И дело не в ресурсе людском, дело не в творческом ресурсе, дело именно в технических ресурсах, если вы понимаете, о чем я говорю. Потому что ребята очень часто ездят и играют в Калининграде, Салихаль, за свой счет. Живут в машинах и выигрывают лиги. Выигрывают. И поэтому хочется чуть больше внимания на самом деле. Если ты имеешь много свободного времени, хочешь принимать активное участие в городских мероприятиях, общаться с молодежью и помогать людям? Значит, Всероссийская общественная организация «Волонтеры Победы» то, что тебе нужно. Для того, чтобы стать волонтером, вам необходимо написать сообщение по номеру, что вы видите на своих экранах. Сообщение с хэштегом «Я хочу стать волонтером Победы». Пример акции, проводимой этими ребятами, мы приведем в следующем сюжете. 3 ноября в парке Ленинского комсомола жители города могли наблюдать большое количество молодых людей, стоящих возле памятника. Ведут себя спокойно, никаких громких криков, на драку не похоже. Что же они там делают? Как оказалось, они собрались, чтобы поучаствовать в квесте «История Великой Победы». Это уже седьмой по счету квест подобного рода в республике. Как утверждают организаторы, работа проводится в целях сохранения истории Великой Отечественной войны и в рамках программы «Дни единых действий». Погода оказалась благосклонна к организаторам и участникам квеста, хотя плохая погода не станет помехой для молодых людей, чьи предки прошли через ужасы войны. Квест состоит из шести станций, на каждой из которых стоят волонтеры победы. Команды должны пройти задания на всех станциях и получить баллы в зависимости от качества выполнения задания. Максимум 10 баллов. Я решил присоединиться к молодежи и поучаствовать в квесте, а заодно проверить объективность судейства. На первой же станции я столкнулся с проблемой, у меня нет команды, а для прохождения первого задания нужно минимум 2 человека. Я тут же нашел себе напарника и мы принялись за дело. Я должен был объяснить ему, что изображено на рисунке, в свою очередь Магомед, так зовут моего напарника, должен нарисовать то, что я ему пытаюсь описать. В общем, это такое судно, которое плывет по морю и имеет две трубы дымоходные. Палатка на корабле смотрится довольно странно. И все же, судя по рисунку, мне несказанно повезло с выбором товарища по команде. И сколько баллов мы получаем за этот рисунок? Можно баллов 8-9 поставить. Отлично. Магомед, спасибо большое. После прохождения первого уровня мы направились к следующей станции, где уже стояла другая команда. Нужно было прочитать стихотворение, но, к сожалению, ребята не могли вспомнить ни одно достойное произведение, поэтому мне пришлось прийти им на выручку, прочитая стихотворение классика даргинской литературы Амарла Батырая. Пусть у храброго отца не родится робкий сын, ибо должен будет он дать отпор врагам отца. Пусть у робкого отца не родится храбрый сын, ибо должен будет он разделить позор отца. Спасибо. К сожалению, на следующей станции я не смог влиться в чужую команду, и собрать свою я не сумел, поэтому решил просто пообщаться с ребятами. Пошел просто пара прогулять, или было реально интересно поучаствовать в Косте? Реально интересно было. Что могу сказать? Разные станции есть, нужно проходить. Мне тоже было интересно, из-за этого я пошла поучаствовать, поддержать свою команду, только я опоздала, это очень плохо, я знаю, простите меня. Сегодня очень интересные, очень увлекательные, заставили нас побегать, очень хорошо. Что сказать, вот проходим, ждем результатов. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Вы так сильно соскучились и обнимаетесь? Ну, да. Или просто репетируем? Мы просто тренируемся перед заданием. А как успехи с остальными заданиями? Ну, пока нормально все. А сейчас еще осталось на два задания, я думаю, мы тоже хорошо пройдем. Хорошо пройдете. Ну, вам удачи тогда. Спасибо большое. Мы говорим огромный вопрос. А, извините, наша очередь. Конечно. Надо сказать, что разрабатывая задания для квеста, организаторы провели небольшую аналогию с задачами, которые приходилось решать фронтовикам во время войны. Например, эта паутина символизирует собой колючую проволоку, через которую на фронте пробирались наши ветераны. Такие маленькие напоминания об ужасах войны говорят нам о героическом характере, мужестве и отваге советских солдат. Я понял, что в командной игре, как и на войне, без команды не обойтись. Хорошо, что Магомед Гусиханов, инициатор квеста, согласился мне помочь. Впереди нас ждут еще две станции, но мы не будем углубляться в прохождение квеста так сильно. Ведь все это игра, и нам пора подвести итоги. Первое место заняла команда «Ночные патриоты» Буйнакского медицинского училища. Второе место – команда «Маяк» Дагестанского гуманитарного института. А третье место разделили между собой команды ДБМК, города Махачкалы и волонтеры победы. Победителям и призерам были вручены кубки, медали и дипломы. Уж сколько раз твердили миру, что ВИЧ опасен и коварен. С 27 ноября по 3 декабря стартует акция «Стоп ВИЧ» при поддержке Минздрава России и Фонда социально-культурных инициатив. Акция призвана еще и еще раз напомнить населению о том, как опасен ВИЧ, а также о способах лечения и профилактики. В Дагестане в эти дни пройдут мероприятия с участием населения, а также сотрудников Министерства и ведомств. Включились все волонтеры и молодежные организации. Программа «Молодежный микс» тоже не осталась в стороне. Дорогие друзья, об этом не лишний напомнить. Итак, что мы знаем о проблеме ВИЧ, о путях заражения и профилактики смотрите в специальном репортаже наших корреспондентов. Здесь, в палатке, разбитой прямо в парке, каждый желающий мог анонимно проверить свой ВИЧ-статус при помощи специального экспресс-тестера. Один из самых быстрых тестов на антитела к ВИЧ – новейшая разработка медицины. Капля крови, выдавленная из пальца, 10 минут томительного ожидания и анализ готов. Одна полоска на индикаторе – отрицательный результат с высокой вероятностью говорит о том, что ВИЧ в организме нет. И напротив, две полоски означают возможное наличие вируса. Таких людей просят немедленно обратиться в специализированное медицинское учреждение для прохождения уточняющей диагностики. К счастью, в этот день среди множества прошедших тестирования таких результатов не оказалось. Акция, организованная Министерством молодежи и для молодежи, удалась на славу. Мы хотим привлечь внимание общественности, чтобы наши общественности, молодые, вступающие в брак, проверяли на наличие ВИЧ. И после этого только совершали браки. Так как у нас в основном браки тухомно-родственные, да, многие жених и невеста даже, можно сказать, не знают друг друга. А вот данная акция, мы хотели подчеркнуть, что это очень актуально для Дагестана и для Кавказа в целом, чтобы вот такие вот проверки они проводили добрые, соответственно. Параллельно волонтеры раздавали флайеры и информационные листовки. Как оказалось, такое распространение информации об этой проблеме было отнюдь не лишним. Опрошенная нами молодежь имела смутное представление о вирусе иммунодефицита, но либо и вовсе ничего не знала. Лишь редкий прохожий мог ответить на вопрос, а что же такое ВИЧ на самом деле? Что вы знаете о ВИЧ-спит? Ничего конкретного, то, что это серьезное заболевание. Что болезнь плохая, половая болезнь, что очень нужно быть осторожным. Можно заразиться этой болезнью везде. Вот, что еще знаю? ВИЧ-спит зародилась, по-моему, во Франции, что ли, где-то в 8-х годах. И расчифровывается как синдром, приобретенный иммунодефицита. Ну, как я понял, очень опасная болезнь смертельная, рекарства пока нет. Ничего пока что неизвестно. Ну, это вирус, который заболевание, да? Еще. Можно ли лечиться и вообще-то смертельно? Ну, надеюсь, что можно. Пути заражения и профилактики вам известны? Ну, половым путем, по-моему, как я знаю, и через кровь. Как я знаю. Не, я мало всего знаю, особо ничего не знаю, лучше пойду. ВИЧ-спит, я знаю, что это вирус иммунодефицита, что это, ну, довольно такая распространенная болезнь на сегодня. И, ну, очень долго она может находиться в человеке, в человеческом теле. И для того, чтобы ее обнаружить, нужно пройти определенные анализы, так как выявить болезнь себя, на первых, на ранних этапах не может. Это синдром приобретенного иммунодефицита. Ну, в том, что им очень много сейчас в настоящее время болеют, и люди очень мало знают про это заболевание. Ну, и, как следствие, очень халатно к этому относятся. Я думаю, что нужно больше их просвещать об этом, больше сдавать анализов почаще. Ну, вот, собственно говоря, все. Вот такие акции, они, конечно же, они очень полезны. Как для всего населения и молодежи Республики Дагестан, так же, значит, конечно же, и для наших пациентов. Потому что вот такие акции, они все-таки в какой-то степени развивают еще, кроме того, что люди узнают ВИЧ, как передается, как не передается. То есть незнание, оно всегда порождает страхи. И это помогает населению как-то понять, что, в принципе, ВИЧ-инфекция на сегодняшний день это рассматривается как хроническое инфекционное заболевание. От него очень легко защититься. И даже если, к сожалению, этот диагноз уже поставлен, с ним можно достаточно качественно проживать свою жизнь, если обращаться к специалистам. И, конечно же, немаловажный факт, что среди населения развивается такое более толерантное отношение к нашим ВИЧ-инфекционным пациентам. То есть они уже не боятся учиться в одном каком-то заведении, не боятся проживать по соседству. Вот такая вот тенденция у нас происходит в последние годы. Помните, если вы не знаете о ВИЧ, это вовсе не означает, что его не существует. И коварная мысль о том, со мной это не случится, наверняка сидела в голове и у тех, кто сейчас проходит специализированное лечение. Специалисты считают, что раз уж диагноз подтвердился, это не приговор. С появлением антиретровирусной терапии ВИЧ-инфекция перестала быть смертельным заболеванием. Необходимо только обратиться за помощью к врачам, принимать назначенную терапию и жить полноценной жизнью, выполняя ответственные медицинские рекомендации. Активисты призывают людей, столкнувшихся с этим заболеванием, прежде всего не паниковать и не замыкаться в себе. Жизнь продолжается, и вам нужно постараться наслаждаться ею точно так же, как и раньше. Не нужно стесняться своего заболевания, это с одной стороны. А с другой, отношение общества в одночасье не изменить. Но если хотя бы один человек после просмотра этого сюжета станет терпимее к этой проблеме, значит, лед невежества тронулся. Ежегодно 1 декабря отмечается дата, которая по всему миру известна, как «Семирный день борьбы со СПИДом». В этот день все ведомства, все учреждения призваны в знак солидарности в борьбе с этим заболеванием, призваны откликнуться, принять в этом участие, нести свой посильный вклад. И в участие в этом мероприятии привлекаются все ведомства, все учреждения, министерства, которые так или иначе имеют отношение к профилактике этого заболевания. Так как это заболевание давным-давно, как уже было сказано, вышло из статуса медицинского, оно на самом деле является социально значимым заболеванием, которое затрагивает все сферы жизнедеятельности человека. То есть не только здоровье, но и все остальные сферы жизнедеятельности. За весь период регистрации ВИЧ-инфекции в республике с 89-го года выявлено свыше трех тысяч ВИЧ-инфицированных. Поэтому давайте еще раз вспомним то, что нам и так известно. Итак, путей передачи инфекции не так уж и много, но о них должен знать каждый. Через кровь. От инфицированной матери к ребенку во время кормления грудью и при незащищенном сексуальном контакте. Меры профилактики есть, и они просты. Во-первых, сохраняйте верность партнеру и не допускайте случайных половых связей. Откажитесь от употребления наркотиков. Не наносите татуировок, не делайте пирсинга вне специализированных учреждений. Пользуйтесь только индивидуальными средствами гигиены. Запомните, наличие инфекции в организме нельзя определить по внешним признакам. ВИЧ не влияет на самочувствие человека и может долго никак не проявляться. Поэтому точный результат можно получить только путем лабораторного исследования. Это скрининговое исследование проводится в два этапа. Скрининговое и верификационное. Значит, подтверждающее. В нашей лаборатории ставится окончательный диагноз ВИЧ-инфекции. Мы работаем на высокочувствительных реактивах Т-системы четвертого поколения, которые выявляют раннее выявление ВИЧ-инфекции и также подтверждаемые методом иммуноблотинга. Каждый из нас может присоединиться ко всероссийской акции «Стоп ВИЧ-спид» внести собственный вклад в борьбу против вируса. Необходимо только ответственно подходить к своему здоровью, помнить о безопасном поведении и знать свой ВИЧ-статус. Остановим ВИЧ вместе! Ну и на этом все. Не забывайте нас. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!